Девчонки, представьте для начала. Привет, меня зовут Лола Шайн. Привет, это Джулия Рэд. Вы первый раз на Венусе, скажите, как вам первые впечатления? Да, всё круто, организация клёвая, всё очень классно. А вы участвовали в каких-то других фестивалях, ну не в Германии, а в других странах? Нет, не участвовали. Первый раз, да? Я в Германии два раза была на экзебизе. Ну, а для вас это полезный опыт. Вот сразу такой вопрос, вот то, что вы сегодня показывали, сегодня, вчера на сцене, достаточно жёстко. А вы в кино снимаетесь тоже в таких сценах, или у вас разные? Да, я снимаюсь только в хардкорных сценах. Мне это нравится. Я тоже. Мне не скучно. А вот как вы думаете, что вот в основном сейчас нужно зрителям? Вы же, наверное, как-то изучаете спрос? Да, хардкор, конечно, больше ничего. Сейчас спрос именно на хардкор, НПН и прочее, потому что мужчины уже ближе пришли. Не то, что избалованы, они уже ближе к гей-корно, наверное, чем... Серьёзно? Да, потому что гендем, где это и есть составляющая часть гей-корно, потому что это двойной анал, где два члена трутся друг от друга, тройной анал. То есть девушка это так уже посредственно, чтобы не говорить, блядь, я гей. А вот скажите, насколько вообще легко, по вашему опыту, мужчины идут на такие сцены? Мужчины нормально идут. Актёры, в смысле, да? Да. Актёры нормально идут. Дело в том, что потребитель, чем больше потребителя, тем больше латентных геев. И никто в этом себе признаться не может. Просто я, блядь, смотрю Гэнбэнка, но он же с девушкой, и всё, но... Нет, это уже латентная гомосексуализм. Ты сейчас просто перевернёшь сознание у наших зрителей. Так это, подожди, гомосексуализм, да? Геи, это гомосексуализм. Вот, это латентный гомосексуализм, да. Сейчас вздрогнут, наверное, рассмотрят видео, многие вздрогнут. Нет, ну просто признаться, что это геида очень трудная, на самом деле. Латентных очень много. А вы хотите сказать, что те актёры... Это ощущение девушки, мне кажется. Это с точки зрения психологии. А можно сказать, что это актёры, которые снимаются в женских сценах, они тоже склонны к геи... Естественно, большинство. Интересно, вот действительно какие-то новости для меня вы открываете. А насколько вот сложно, вот мне просто интересно, какие-то закулисные такие профессии. Насколько вам тяжело или вам, или актрисам идти на сцены, в которых участвует... Ну, Гуанг Бэнг, допустим, когда участвует много людей. Насколько это сложно? Ну, если это нравится, блин, чего у него? На одном дыхании. Главное любить это. Ну, а сколько у вас, допустим, больше всего было партнёров в какой-то сцене в одной? Вы ведёте такой вот такой подсчёт? 70 партнёров в одной сцене? Блин, у меня шоу. Прямо Букаке. Я убежала. Ты убежала на шоу? Да. Всё, давай, мы с тобой этот... Скажи, вот мы когда видели, как на сцене тебя сильно так наказывали, я так понимаю, что... Это ещё не сильно. А что было самое сильное? Фистинг, двойной анал, но это тоже у меня в каждом фильме через раз идёт. Тоже не сильно. Ну, какая самая сильная, наверное? Ну, это... Ну, это... Насколько это потом? Ты от этого отходишь или не отходишь? До сих пор отхожу. То есть, в принципе, можно сказать, что какое-то здоровье ты теряешь на этих сценах? Ну, только Букаке, но это тоже... Я не жалею, потому что один раз, как бы, такой опыт интересный. Больше не хочется. Что-что было? Больше не хочется. А что было? Там было пакет съёмок, где было 70 мужчин, потом 55 мужчин, потом 15. И сколько ты отходила, скажи мне, после этого? До сих пор вот не могу отойти. Боже, ужас. Полгода. Ничего себе... До сих пор вспоминают все это, прям любят больше всего. А эти сцены какие-то больше оплачиваются или так же самое? Ну, не сильно. Не сильно? Не сильно? Шоу. Все, убегайте на шоу. Ну, все, тогда... Давайте, бей, бей. Давайте, бей, бей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.